Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова сегодня у нас в гостях Евгений Александрович Серегин, заместитель главы Денцовского городского округа. Здравствуйте, Евгений! Добрый день! Рады вас видеть в нашей студии. Сегодня хотелось бы, конечно же, поговорить о том, в каком режиме сейчас в данной ситуации работают спортивные объекты муниципалитета. Ну, согласно постановлению губернатора и главы городского округа, они уже все закрыты с той недели. Дети все находятся на домашнем дистанционном обучении, то есть в домашнем режиме им спортивные школы, руководящий состав и тренеры ставят тренировочную программу. Каждый работает либо там в своем внутреннем чате своей группы, либо там централизованно дают, ну, в зависимости от вида спорта, и они отчитываются там в телефоне, как проделывают домашние упражнения. Вот сейчас много во всех поисковиках, да и в целом уроков, в которых можно подчеркнуть что-то интересное, да и в домашних условиях. Понятно, что у всех разные, у кого-то есть там загородный дом, либо какая-то дача, там, наверное, на собственном участке можно использовать более широкий спектр упражнений. Ну, в домашних условиях, то есть все равно тоже можно, ну, в квартире, да, то есть, ну, наверное, помещения более тесные, но все равно можно тоже найти чем позаниматься. Ну, мы все знаем, что Одинцов – это кузница чемпионов, и, безусловно, такие длительные каникулы никому не пойдут на пользу. Это понимают, как и воспитанники, которые нацелены на победу, да, и готовятся, безусловно, есть календарь соревнований, чемпионатов, так и тренерский состав. Наверное, поэтому такая высокая сознательность, никто не ленится вот то, что именно касается спортсменов. Если обычный человек может позволить себе просто в эти дни находиться дома, лечь на диван, посмотреть любимый фильм, то у спортсмена все по расписанию. Ну, безусловно, конечно, говорят, что приходится там где-то и заставлять, и у родителей переспрашивать, так ли это, да, но все равно дети есть дети, да, у взрослых может быть сознательность чуть выше, да, у младших их, может быть, заставлять надо и убеждать чуть больше, да, и плюс никто все-таки не отменяет, что есть и образовательный процесс, у них одновременно проходят всякие конференции в школе, обучающие, да, но все равно вроде как бы все отчитываются, докладывают, что уроки проходят, уроки идут, и, ну, безусловно, в условиях вот этой изоляции, карантина детям сложно, ну, нужно выплескивать энергию, поэтому, ну, все стараются, по крайней мере, с энтузиазмом, и мы спасибо всем, что с пониманием относятся, да, вот к этой вынужденной мере. Минувшие выходные показали, что люди достаточно халатно отнеслись и прохладно восприняли новость о вводимых мерах, о карантине и немножечко, наверное, перепутали, да, решили, что это очередные выходные, можно гулять в парках, можно заниматься, бегать на лазутинке, и лазутинка, и раздолье были переполнены, все активно занимались, все выходные, именно поэтому с понедельника меры ужесточились. Как сейчас, ведь, обстоит дело на спортивных объектах, которые находятся на открытом воздухе, их тоже достаточно много, этих площадок, и, кстати, практически все футбольные поля открытые, они тоже были заполнены в выходные, как сейчас? Ну, да, безусловно, что касается именно спортивных объектов, которые полноценно, да, как стадионы, они, безусловно, были закрыты изначально, да, то есть по требованию Минспорта. Безусловно, то, что вот столкнулись в хорошую погоду с объектами, придомовая территория, парковая зона, да, ну, то действительно удивило... Какие-то спортивные площадки, да? Да, действительно, это удивило большое количество народу, ну, скажем, не то, что удивило, может быть, это было и прогнозируемо, да, но все-таки сознательность людей в этом плане, ну, немножко так, огорчила, скажем так. Но пришлось экстренно закрывать спортивные площадки на замки и где-то заваривать, да, ну, люди с пониманием, скажем так, начали относиться. Какое-то время так был некий негатив, да, ну, что мы делаем, но потом все-таки в СМИ проходит информация о заболевших, да, и для чего это делается. И сейчас они все закрыты, и я могу сказать, что по статистике вот в последнюю неделю, да, ну, безусловно, это в средствах массовой информации проходило, выросло количество оборудования для занятий на дому. Ну, это как раз именно, да, люди начали, поскольку спортивные объекты закрыты, многие спортом занимаются, мы знаем, там, и Лазутинка популярна, и стадион там, и в восьмом микрорайоне, ну, кому где удобно, кому где близко. Люди начали уходить на воздух и просто заниматься, да, и все вот эти уличные массовые площадки как раз там были покрыты большим количеством людей, особенно футбольные поля, да, придомовые вечером тоже присылали информацию, да, что люди как-то там пытались открывать, заходить, играть, перелезать через забор, ну, вот пришлось приходить меры, ну, там меры, гасить свет, да, ну, вот если где-то какие-то факты есть, ну, безусловно, иногда сложно контролировать, ну, будем безусловно принимать меры, если люди будут обратиться. Возвращаться, там, сигнализировать, да, либо там на сайт нашего комитета спорта можно писать, там, в инстаграм комитет спорта, да, мы, безусловно, было несколько таких фактов, люди писали, говорят, вот хоккейная коробка, в частности, там, по улице Белорусская, там, в вечернее время, часов в десять, там, или пол одиннадцатого вечера люди занимаются, свет горит, да, ну, безусловно, мы там, системой же, нашей системой благоустройства ЖКХ, вызвали, там, срочно людей, заварили эту площадку, сказали, там, отключить свет, ну, чтобы преградить путь, да, ну, безусловно, там, отключать освещение везде, это тоже некие меры безопасности, да, хорошо, когда все подсвечивается, просматривается территория, чтобы там никто не хулиганил и не было вандализма. Наши спортсмены действительно добиваются больших успехов не только на уровне региона, страны, но и Европы, и мира, и, безусловно, вот эта ситуация, некоторых из них тоже застала в других странах. Так, недавно вернувшаяся команда Тимура Кургеницы, да, сейчас ребята находятся в инфекционном отделении, у них не подтвержден коронавирус, но они на карантине. Тимур находится в коммунарке. Как обстоит дело, как здоровье наших спортсменов, и есть ли еще такие, кто вернулся, и кто сейчас под вашим и наблюдением врачей находится? Ну да, действительно, они вернулись с чемпионата мира из Португалии, это было еще 9 марта, но вот у них, у Тимура Кургеницы сразу была, там, поднялась температура, через какое-то время, там, 12 числа, вот, были приняты первые меры по ограничению, вот, и он сам ушел на самоизоляцию, у него там в течение какого-то времени это проявилось, да, и его положили в коммунарку, сейчас он лечение прошел, и чувствует себя хорошо, готовится к выписке, говорит, что там несколько дней, там, если анализы будут отрицательные, то его выпишут. Два других спортсмена, ну, вы видели, наверное, их прекрасное там... Ну, конечно, ролики, выступления. Ролик, да, очень позитивный эффект он произвел, Андрей Робертчик вчера навещал, говорит, да, позитивно выглядят, у них ничего не подтвердилось, они просто проходят там вынужденные меры, да, то есть, и за ними просто наблюдают, я думаю, что в ближайшее время они выйдут, и все будет хорошо. Ну, конечно, именно, вот, ребята их уровней, кто выступает там в чемпионатах Европы, мира, кто входит в национальную сборную, ну, им, наверное, тяжелее всего, потому что уровень подготовленности достаточно высокий, да, и мастерства, и, ну, конечно, им в домашних условиях тяжеловато поддерживать свою форму, поскольку им нужен, конечно, специализированный зал и оборудование, да, ну, то есть, в отличие, конечно, там, детишек, спортшкольников, да, им немножко проще и в форму входить, это все-таки ребята с высоким уровнем подготовки, им, конечно, специализированные залы нужны, ну, надеемся, что все будет хорошо. Вчера тоже общался вот с нашим Сергеем Семеновым по греко-римской борьбе, он тоже говорит, в домашних условиях тренируюсь, ну, безусловно, человек, чемпион России, чемпион мира, призер Олимпиады, ну, представляете, там, в тяжелом весе выступает, ну, где ему в домашних условиях, как ему готовиться в домашних условиях, ну, все все равно не унывают, с позитивом, с улыбкой как-то относятся к ситуации, ну, там, дай бог, все верят, что все, все это закончится, и все вернутся к обычной, к нормальной, спортивной и гражданской жизни. Евгений Александрович, что бы вы сегодня хотели пожелать и обратиться к тем, кто вынужден остаться дома, кто вынужден отложить все тренировки, походы в любимые фитнес-центры, спортивные залы, спортивные площадки, остаться дома, тренироваться в домашних условиях, используя, как мы уже показывали и на нашем канале, и на других, и гречку, и швабры, и, ну, различный домашний инвентарь, различные утяжелители, чтобы все-таки продолжать быть активным, заниматься, но, опять подчеркиваю, не выходя из дома, соблюдая режим самоизоляции. Ну, безусловно, хочется всем здоровья, хорошего настроения пожелать, да, как я уже сказал, не падать духом, да, ну, при всей такой ситуации, безусловно, сложно, наверное, какой-то настрой, может, иногда позитивное отношение там поддерживать, но хочется, чтобы все равно поддерживали себя все, все врачи говорят, что все равно 30-40 минут занятия спортом, просто простые упражнения, то есть, безусловно, кто спортом занимается, они хорошо понимают, что нужно делать, да, и много существует и в Ютубе, и в интернете можно найти много всяких программ, где как поддерживать свою форму, и мы выкладываем на сайте Одинцовского комитета, да, физико-культуры и спорта, сейчас и Министерство спорта Российской Федерации выпустили тоже «Занимайся дома» и областное Министерство спорта тоже самое поддерживают, на нашем сайте есть расписание занятий с 9 до 10, они проводят утренние гимнастики с чемпионом, то есть, можно выйти, да, наши спортсмены показывают простые упражнения, несложные, все их знают, это, там, как поработать на пресс, это отжимания, это просто гимнастика, элементарно, то, что мы знаем со школы, да, то, что это достаточно эффективно, и в течение 30 минут можно сделать и растяжку, и легкие упражнения, там, на грузку. В общем, возвращаемся к привычному режиму, зарядка, закаливающие процедуры, витамины, правильное питание. Все самое простое и эффективное, да. Евгений Александрович, спасибо, что сегодня были с нами, здоровья вам и вашим близким. Спасибо. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь дома и продолжайте заниматься. Всего вам доброго и до свидания. Продолжение следует...